Вставайся в твоей войне ничья и я прошу возвращайся. Вставайся в моей пустыне ты мираж, но не исчезая. Спустя мгновение кнопку нажмет Алексей Воробьев, а потом и Диана Арбенина. Это триумфальное возвращение Вани Масленникова на сцену международного проекта. Однажды ему, тогда еще совсем юному, 12-летнему мальчику здесь уже сказали «ты супер». Как финалист суперсезона, Иван даже получил квартиру в Москве. Но он решил расти дальше и вырос не только физически, но и в плане вокала. Когда я выступал, я просто, знаете, вот за дверью мне было очень как-то страшно. А как только я вышел на сцену и начал петь, я уже просто раскрылся по-настоящему. И даже не было такого ощущения, будто я чего-то как-то боюсь. И никогда не смотрел на кнопки, когда мне их нажимают. Просто пел с душой и думал о смысле песни. Несмотря на нежный возраст, Иван, опытный вокалист, запел, когда ему не было и семи. Побед и успешных выступлений на уровне региона было немало. Но чтобы так блеснуть на одном из федеральных каналов, талант Вани оценил даже его любимый певец Сергей Лазарев. Я вообще не ожидал, что он придет ко мне на проект. Он сказал мне, что очень благодарен и хочет выразить свою благодарность в том, что я выбрал его песню. Потому что я понимаю, что он мой кумир и вообще нужно как-то выбирать те песни, которые нравятся. И мы с ним вдвоем спели эту песню. И я вообще не ожидал, что когда-нибудь случится так, что я смогу с ним спеть ее дуэтом. Когда захлопнется твой капкан, когда я буду готов умереть от ран. Каждое выступление за кулисами Ваню поддерживает его наставник Галина Сторожева. За годы обучения педагог стала ему будто второй мамой. Вот и сейчас перед записью программы для нашего телеканала она волнуется за подопечного больше него самого. Теплые дружеские отношения в жизни на занятиях по музыке дополняет требовательность настоящего учителя. Я такая не самокритичная. Иногда говорю честно, что не получилось. Может быть не всем детям это нравится, но я иногда ругаю. Работаем над всем. Работаем с микрофоном, работаем как двигаться на сцене тоже, потому что поначалу он был зажат. Сейчас он немножко уже как-то по-другому себя ведет, хотя хореографии, наверное, не хватает все-таки. Встречайте, глава города Уварова Владислав Денисов. Ваши аплодисменты. Нормально. В этот момент удивлены были все, но наиболее приятно, пожалуй, наши тамбовские телезрители. На большой сцене глава Уварова передал Ване подарок от тамбовского губернатора Александра Никитина сертификат на прохождение курса индивидуальных занятий по вокалу и актерскому мастерству в ГИТИСе. Такому позавидовали даже селебрити. Состоявшихся артистов без подарков тоже не оставили. Владислав Денисов вручил жюри неваляшку или, как он сам выразился, вишняшку, отметив, что город Уварова носит статус вишневой столицы. Эти минуты финала сезона Ваня до сих пор вспоминает с трепетом. ГИТИС для него просто мечта. Я буду, наверное, возможно, там обучаться, но если вот так произойдет. А так я планирую стать профессиональным артистом. Очень планирую, потому что я понимаю, что это то занятие, которое меня удовлетворяет, и мне это очень нравится. Говоря о своих громких победах, Ваня ведет себя довольно скромно. А слово «звезда» избегает и обещает всегда оставаться прежде всего человеком, который любит гулять с друзьями, рисовать, занимается боксом и при этом мечтает стать профессиональным вокалистом. Еще больше расскажет сам Иван Масленников в программе «Дело было в Пенькове» уже в ближайшую субботу на телеканалах «Новый век» и ОТР в 18.00. Наш сегодняшний гость приехал к нам из Уварова. Зовут его Иван, фамилия Масленников. Но я полагаю, Вань, сегодня, после вашего успеха на НТВ, вас знают практически все. Юлия Саушкина, Николай Иванов, Михаил Мальцев, Анна Мусатова. Область новостей.